Аркадия умница красавица стабильный надежный сорт такие большие плотные грозди вот с этой стороны я даже рискнула оставила две на побег ну конечно так делать не стоит потому что сразу видно ягода мельче чем вот там где оставлено по одной грозди ягода крупная грозди тоже крупные но обычно больше килограмма максимально у нас было кило 600 ну вот я думаю что это где-то кило 200 может быть кило 300 ну вот это тоже она тут еще с крылышком тоже больше килограммом будет ягода сладкая плотная мясистая хрустящая с легким мускатным ароматом по срокам созревания в этом году на 8 сентября все Аркадия готова и уже есть мускатный аромат у Аркадии как правило толстая лоза это для нее нормально вот лоза приблизительно с мой палец ну видите вот на 8 сентября уже нормально идет вызревание побегов про Аркадию я могу говорить долго наверное даже бесконечно и считаю ее одним из стабильнейших и надежнейших сортов на нашем участке какие же вопросы к ней возникают часто говорят что у Аркадии муската нету и у нее слишком простой вкус но дело в том что особенность этого сорта в том что у нее рано уходит кислота и следовательно ягоду в принципе можно уже кушать в конце августа потому что она уже не кислая она уже довольно приятная но конечно она еще не набрала сочности она еще не набрала сахара она еще не набрала аромата и в таком случае да она будет совершенно простого вкуса она будет больше похожа на траву но это не значит что плохой сорт это говорит лишь о том что ее слишком рано съели кто-то говорит что этот сорт поздноватый 8 сентября уже ягода вкусная с легким мускатным ароматом и смотрите вот ее косточки косточки уже коричневые и дело в том что у столовых довольно ранних сортов мякоть созревает раньше чем косточка и это ну как бы не всегда можно ориентироваться и нужно на косточку косточка нам больше нужно для технических сортов тем не менее косточка коричневая конечно можно сказать у вас же она растет при стенке да действительно у нас она растет при стенке но есть одно большое но видите откуда сейчас светит солнце это западная сторона и полдня здесь солнца нет вообще поэтому влияние при стенке не настолько уж сильно и влияет на скорость созревания еще одна претензия которую предъявляют к аркадии то что у нее плохо зреет лоза то как зреет лоза во многом зависит от нашего ухода конечно если мы куст перегружаем аркадия дает огромные грозди очень большие грозди если мы оставим например две такие грозди на побег а кустик молодой и мы его не кормим не факт что она вытянет ну то есть урожай она вытянет но лоза может не вызреть даже в принципе при определенные нагрузки может быть и не на каждом побеге надо будет оставлять гроздь а за этим тоже надо смотреть и куст не перегружать но как здесь вызревает лоза смотрите сами то есть процесс уже пошел вот здесь уже нормально идет вот крайняя лоза идет на вызревание вот там тоже видно что лоза становится коричневым да я не буду скрывать две обработки монофосфатом калия как только начала зреть ягода я прошла дело в том что почва у нас очень бедная здесь у нас можно сказать строительный песок поэтому как бы мы не кормили все равно очень сильно все дождями вымывается куст на этом месте сидит несколько лет дает хороший урожай урожай мы уносим съедаем соответственно это все не возвращаем поэтому в этом году я приняла решение по всем кустам все таки монофосфатом калия пройти чтоб немножечко им восполнить то что мы у них забираем ну конечно же это не могло не отразиться и на лозе такое внимание что процесс уже начались я вам показала вызревает ли она на всю длину ну да может быть не каждый год а надо ли нам чтобы она вызревала полностью на всю длину далеко не всегда кроме того аркадия довольно неплохо реагирует на короткую обрезку на формировку карту кардоном на обрезку на рожки так что с ней это тоже можно практиковать и в таком случае полное вызревание лозы нам совсем не обязательно ну конечно аркадия один из наших любимчиков более того когда я угощала кого-то из знакомых этой ягодой они были просто в восторге да сорт старый зато надежный стабильный и проверенный это у нас аркадия я вам уже ее показывала недели две назад рассказывала что уже тогда ее можно было есть теперь ее тем более можно есть чем больше она висит тем больше она набирает аромата и для аркадия характерно то что при полном созревании она имеет легкий мускат посмотрите какая гроздь то есть я думаю что это гроздь уже за килограмм перевалит и в принципе большинство гроздей на этом кусте они приблизительно вот такой кондиции там может быть чуть чуть меньше нагрузка порядка двадцати гроздей на куст и это ее первое полноценное плодоношение в прошлом году была сигналка он даже сигналка была мы показывали найти где-то вот такая крупная ягода вкусная ягода хорошая ягода и урожай конечно тоже великолепный старый проверенный сорт всем известный